Виталий Хеми 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 Конечно же нет. Нет, потому что на самом деле это было немножко обидно по отношению к девушке, когда вот 23 года человек не может отвечать за свои поступки, что ли. Ну, здесь нужно четко разграничить, конечно, какой-то эмоциональный фон и психологический, и структуру аргументов, которая защита вложила в апелляционную жалобу. По сути, она была озвучена в зале суда, было очень много ваших коллег. Мы на основных можем остановиться, если вы не против. Ну, основные аргументы, в частности, которые разрабатывал я, касаются того, что 270-я статья уголовного кодекса, в рамках которой предъявлено подозрение, предусматривает наличие специального субъекта. То есть, не любое лицо может быть привлечено к ответственности по этой статье. А исключительно, что, ну, я поясняю, что такое специальный субъект. А только лицо ответственно за пожарную безопасность. Мы поставили вопрос в апелляционной жалобе о том, что суд, рассматривая ходатайство органа досудебного следствия, должен был убедиться в наличии обоснованного подозрения. То есть, ГПК предусматривает, что не любое подозрение само по себе является достаточным основанием для избрания лицу меры пресечения. Оно должно быть обоснованным. И вот как раз в этом аспекте мы считаем, что подозрение по 270-й статье было выдвинуто необоснованно. Следствие сделало упор на наличие приказа, которым дирекция лагеря на Наталью возложила ответственность за пожарную безопасность. И это ключевой момент, от которого дальше разворачиваются все логические цепочки. Мы считаем этот приказ в корне незаконным, неправомерным и, по сути, соэффективным. Я приводил ряд аргументов, связанных с тем, что теми же правилами пожарной безопасности, которые действуют в Украине, они утверждены приказом МВД. Установлено, что на объектах, в которых проводятся реконструкции, либо капитальные ремонты, либо объекты, которые вводятся в эксплуатацию по частям, то есть не единоразово, ответственны за пожарную безопасность всегда являются исключительно руководители. И я предоставил суд доказательства того, что на протяжении с сентября 2016 года по август 2017 года включительно на территории лагеря проводились и реконструкции, и капитальные ремонты. И вот после последней декларации, которая была зарегистрирована, это начало строительных работ в августе 2017 года. То есть ни при каких условиях в такой ситуации дирекции, либо директор, руководитель не мог переложить ответственность за пожарную безопасность на любое лицо, даже на своего зама. Это первое. Второе, это то, что... Сейчас... А, второй момент касается... И я задавал вопросы процессуальному руководителю, прокурору, относительно того, что даже принимая во внимание наличие этого приказа, он датирован январем 2017 года. В подозрении указывается о том, что Наталья, будучи ответственной за пожарную безопасность на основании такого приказа, когда проводилась проверка соблюдения пожарной безопасности и организации гражданской защиты, в летом 2017 года было выдано предписание. Предписание с определенными требованиями, которые нужно было устранить, которые касались в том числе и пожарной безопасности. И вот следствие строит логику на том, что она, будучи ответственной за пожарную безопасность, не устранила те недочеты, которые указаны в предписании, не выполнила требования предписания, что привело к трагедии. То есть следствие для себя выстраивает какую-то причину следственной связи. Мы считаем, что этой причины следственной связи нет, потому что предписание органов госслужбы по чрезвычайным ситуациям в 2017 году полностью дублирует предписание, которое уже выдавалось в 2016 году. И на протяжении минимум полугода, в 2016 году, когда Янчик даже формально не был ответственен за пожарную безопасность, было какое-то лицо ответственно за пожарную безопасность, которое точно так же в 2016 году эти требования не исполнило. То есть мы, защита подводила все к тому, что нет причины следственной связи между ее действиями, либо бездействиями и причиной пожара. Это первое. Второе, мы говорим о том, что для назначения лица ответственного за пожарную безопасность, это лицо в соответствии с кодексом гражданской защиты, который действует сейчас в Украине, должно иметь минимум два года опыт работы в сфере гражданской защиты, чего у воспитателя с педобразованием или психологическим образованием естественно нет. То есть есть очень много факторов, которые свидетельствуют в пользу незаконности этого приказа в момент его вынесения. Я уже не говорю о том, что в соответствии с этим приказом замдиректор лагеря должна была организовать обучение, инструктаж, то есть с передачей определенной ответственности должны были быть переданы определенные полномочия, определенные знания, определенные товарно-материальные ценности, определенные полномочия и так далее. Если я приведу пример, что одним из требований предписания было в том числе заключить договор на обслуживание автоматической системы пожаротушения. Нет в полномочиях у старшего воспитателя лагеря функции или там полномочий, право заключать договора. Я предоставлял суду копию устава Виктории, копию выписки из государственного реестра юридических лиц и физических лиц предпринимателей, в котором указано, что единственным лицом, который от имени предприятия заключает договора является руководитель. — Такой точняющий вопрос удалось прочитать у коллег о том, что, возможно, Наталья Янчик продолжит сотрудничество со следствием. Предполагается ли ее нахождение относительно комфортных условиях, это все-таки не изолятор, по-прежнему, если она нужна будет следственным органам, а работа продолжается по расследованию причин пожара? — Наталья персонально, и мы, как ее защитники, естественно, заинтересованы в разбирательстве в деле, в установлении фактических обстоятельств дела, в установлении реальных виновных лиц и в доведении этого следствия до конца. Поэтому Наталья дает все необходимые показания и пояснения из того, что она может дать, то, чему свидетелем была она лично, как она дает описание следователю абсолютно, то есть это инициативно с ее стороны, она дает описание, показания относительно фактических обстоятельств, ее работы, работы всего лагеря. Поэтому, естественно, в данном случае прокурор назвал это сотрудничеством со следствием, я бы назвал это абсолютно логичным желанием установить истину по делу. То есть разобраться и дойти до справедливости. Потому что трагедия ужасная и в данном случае позиция защиты не в том, чтобы противодействовать следствию, как были установления истины, а в том, чтобы просто показать, что это не то лицо, которое должно отвечать за это преступление. Вы решили сотрудничать в качестве адвоката с Натальей, скажем так, с трудничеством, исходя из личных побуждений или вот, может, что-то из внутренней кухни? Нет, это было мое желание. Паша, это было не очень. Да, это из личных побуждений. Я тоже отец маленьких детей, и я хочу, чтобы мои дети жили в безопасной среде. Не самое, конечно, благодарное дело прогноза, тем более в таких вопросах, когда решается будущее, скажем так, лиц ответственных или неответственных за то, что произошло в лагере. Мы видим, что следствие, в принципе, развивается очень динамично. Каждый день какие-то новости, каждый день заседает комиссия. Не будет ли так, что с аналогичными другими резонансными делами мы сможем вот так вот попасть в процесс стагнации, где-то 3-4 года длится весь судебный процесс? Мне тяжело отвечать за качество следствия, понимаете? Ну, просто мы понимаем только одно, что с момента предъявления подозрения, в данном случае по уголовному производству, которое открыто в отношении и руководителя лагеря, и Натальи Янчик, подозрения очень предъявлены. То есть здесь уже можно прогнозировать какие-то сроки до судебного следствия и передачи материала в суд. Сколько оно, это дело будет рассматриваться в суде, ну, мне тяжело ответить. Кроме того, по делу действительно назначено большое количество экспертиз, и одна из основных – это пожаротехническая экспертиза, то есть для установления фактической причины пожара. То есть не обстоятельств, которые этому способствовали, а вот что именно послужило причиной пожара. И тогда можно будет, конечно, отвечать на многие вопросы, по крайней мере, следствию, относительно того, по чьей виду. Касательно позиции двух депутатов, Григория Шверка и Мустафина Ема, тоже ознакомился с их все-таки более эмоциональными комментариями на Фейсбуке. Я так понимаю, что у них тоже такой вот внутренний позыв, не оставаться в стороне от трагедии, или как бы именно это все вот одним днем, может быть, и закончится? Я вчера общался с народными депутатами, которые передавали через меня заявление в суду о желании взять Наталью на поруки, и я видел чисто по-человечески действительно желание помочь и поучаствовать в ее судьбе. То есть я так понимаю, что, ну и надежда есть на то, что действительно судьба воспитателя не безразлична будет. Я именно на это надеюсь. Вот такой тоже может быть личностный вопрос. В конце 23 года все-таки человеку молодому, Наталье, да? Судьба, ее будущее, не делилась ли она какими-то, может быть, останется ли она в профессии после того, что произошло? Ну, сейчас основные планы – это как бы разобраться, то есть выполнить все те обязательства, которые возникли у нее в связи с открытием уголовного производства, помочь разобраться следствию, помочь как бы установить истинную поделу. Ну, а дальше задача защиты, естественно, максимальное соблюдение прав нашего клиента и сбор собственных доказательств, которые свидетельствуют о невиновности. Потому что мы считаем, что конкретно в этом преступлении, то есть с такой квалификацией она невиновна. Спасибо, Алексей, за то, что уделили нам время и сказали о новостях на данный момент в судьбе Натальи Янчике и вообще в этом деле, которое, как я уже сказал, довольно динамично развивается. И мне кажется, что на следующей неделе, благодаря, в том числе и столичным, может быть, экспертом, экспертом лучшим со всей Украины, мы узнаем много нового. Спасибо, приходите, держите нас в курсе. Спасибо. Оставайтесь на репорт-теоре. С вами был Виталий Хеми. Берегите себя. До новых встреч в эфире.